До последней секунды буквально сражался Матай, чтобы выиграть у Стерпу. И Нач, проигравший, сражался до последней секунды и едва не вырвал победу у Мацаканяна. Очень тяжелые такие полуфиналы у ребят выдались. Но на чемпионате страны вообще легких полуфиналов-то и не бывает. Тут нет ни одного прохожего человека, который просто так приехал сюда носу поковыряться, извиняюсь за выражение. Все сюда приехали сражаться за медали, настроены, готовились, тренировались не один год. И чем дальше, конечно, к финалу, тем соперник труднее. Это однозначно, это очевидно. Матай выигрывает плечо, делает издалека бычок. К другому плечу теперь дорвался, другое плечо забрал, спина с колен Владимир Мацаканян. Как в стену подвернулся, вышел, тут же встал правильно, не стал там сидеть, чтобы не считалось это ложной атакой. Он тут же встал в стойку после попытки проведения броска спины с колен. Бросался здесь вперед, мотаясь очень опасно. Вот сначала с одной рукой бычок не получился, а встал он потом и выиграл другую руку. Одинаково борется, что за правую, что за левую руку. Если он в финале, вот проход в ногу, изнутри. Мацаканян пока что все сдерживает, скажем так. Видно, что мотаясь он поактивней, больше желает, как будто бы наоборот борется, как будто бы на 10 лет мотаясь моложе. Обычно именно спортсмены помоложе предлагают высокий темп в начале схватки. А тут сам мотаясь на 10 лет старше своего оппонента и предложил достаточно серьезный темп такой для начала. И вот за пассивное ведение борьбы получает замечание сейчас Мацаканян. На самом деле у обоих уже спортсменов по замечанию висит. В ногу рвался Мацаканян. Далеко очень был. Через голову делал из партера. Выкрутился Мацаканян. Матаясь сделал. Вот здесь, да, из партера. Мацаканян еще он даже за ногу там прихватывал. Может быть хотел поднять в стойку из партера. И так у обоих спортсменов замечание. Темп высокий. Центр ковра завоевывает пока что Матаясь. Теперь вот переместился на центр Мацаканян. Хватит ли у Матаяся выносливости для своей уже, наверное, пятой схватки за сегодняшний день? Хватит ли у него терпения? И сможет ли он в таком темпе, который задал в самом начале продолжать поединок? Вот здесь он теснил на край ковра. Угрожал. И бросок с падением. По-другому не скажешь. Переднюю посечку с падением Цаканян попытался сделать. Но это, скажем так, уже расценено было как ложная атака. Предупреждение объявлено спортсмену в красной форме за пассивное ведение борьбы. 1-0 Александр Матайс повел в этой встрече бороться еще 2 минуты 20 секунд. Так что замечание у Матайса тоже есть. Если он остановится, то его накажут. Бросок через спину с колен. Встал. Чтобы не было ложной атакой, да, не пошатнулся тоже Мацаканян. Бросок через спину с двумя рукавами. Или с обратным входом, можно сказать. И пытается накрыть на удержание. Теперь на болевой даже уже захотел перейти. Александр, да, сначала старался его зафиксировать на спине, накрыть. Ушел Владимир. Молодец. Не стал там задерживаться. Вот здесь хорошо. Да, с одним рукавом он входил. Обратный вход для броска через спину. И вот здесь его старался, старался Матайс удержать. По-прежнему идет вперед, Матайс берет свои захваты. На мельницу. Вот это еще здоровье. Это без оценки. Спарта уже с колен было сбрасывание. Но опять-таки, да, пятая встреча. Если не шестая, надо посмотреть протокол повнимательней. И он еще входит вот на мельницу. Хочет превратиться в домкрат и поднимать своего соперника. Минута 30 бороться. 1-0 Матайс ведет. Косой захват. Сбитие со вставкой. Бросок через голову с подсадом. Не останавливается Матайс ни на секунду. Да, рвется к золотой медали. Делает все возможное. Менял направление по ходу броска с подсадом. Сначала в одну сторону хотел сбросить. Видел, что конец защищается. И в другую сторону стал уже его сбрасывать. Ни там, ни там не получилось. Опять бросок через спину с двумя рукавами. Тут же переворот ногами на удержание Матайс исполняет. Вторая попытка на переворот. Судья пока дает возможность побороться в партере. Долго. Да, уже долго. Олег Рочев, заслуженный мастер спорта, арбитр данной встречи. Дмитрий Редин, руководитель ковра. И Печорских, боковой судья. 44 секунды. Еще раз. Обратная спина. Опять Матайс зафиксировал. Поймал. И сейчас имеет возможность накрыть на удержание. Ему нужно немножечко дотянуть, дожать до лопаток. Нет еще лопаток. Касание обеими лопатками. Мы, может быть, уже увидели. Вот, увидели. Пошло. Открывает арбитр удержания Олег Рочев. Держит, держит Матайс. Остается 17 секунд до конца встречи. Вот это вот подвиг долголетия. Надо сказать, что, наверное, сегодня весь зал смотрел за Александром. Он очень тяжелая встреча. Все провел. И вот мы видим, что 4 секунды, 3, 2, 1. Время.